Эй, эй, привет, привет вселенная, включенный кантовый cinematic режим, не знаю как он работает, привет вселенная, это Сергей Ульянов, и только что я сдал, как он называется, устный, письменный, если он называет экзамен, вообще он компьютерный, на вождение, потому что я теперь, господи, я только что это сделал, я абсолютно в это не могу поверить, потому что для меня, если вы смотрели мой ролик про то, что такое для меня вождение, и вы, наверное, сможете понять то, что я чувствую, вот это здание DV, очень красивое, это Tower City DV, оно оформлено какими красивыми этими графиками, а здесь вот такая вот очередь, я сейчас объясню, почему я стою в этой очереди, дело в том, что я сразу, когда подавался на права, подавал заявление на сдачу экзамена, я сразу подавался на мотоцикл и на машину, вот, и когда я первый раз пришел сдавать тесты, это было полторы где-то недели назад, я увидел, что тесты на мотоцикл, для того, что на них никто не в них книжки, так еще на них все экзамены на английском языке, если вы не знали, то, потому что не знаю, как во всей Америке, но конкретно в Телеформе, экзамены по вождению можно сдавать на русском языке, то есть есть учебники на русском языке, их прям можно получить бесплатно в DMV, вот, и есть, соответственно, в интернете можно найти PDF версию этого учебника, тоже учить с телефона, и есть сайты на которых, ну, или приложения, в которых вы можете готовиться к сдаче теста, вот, и у меня была одна неудачная попытка сдать тест, я ее завалил, ну, прошу прощения, меня до сих пор еще, брат, трясет, мне, я просто пояснил, мне 34 года, я до этого никогда в жизни не водил автомобиль, вообще никогда не водил автомобиль, я рассказывал одну грустную историю, про то, как мне сказали, что мне не суждено вообще, в принципе, никогда водить автомобиль в 16 лет, я в это поверил, и даже не пытался всю свою жизнь не учить права, ничего, в общем, я думал, что никогда не буду водить, и только вот последние, за последние несколько лет у меня сложилось впечатление о том, что я действительно, почему нет, я все, если всему учиться, всему можно научиться, и в Калифорнии я первое время ездил, ну, как первое время, три месяца, два с половиной месяца я ездил на велосипеде, и вполне успешно, вот, даже на длительное расстояние, вот, это мне позволяло находиться в форме, классно себя чувствовать, и, в принципе, велосипеды, ездил на велосипеде, можно ездить быстрее, чем общественный транспорт, который ходит достаточно редко, и здесь очень неудобные маршруты у него, вот, но у меня, из-за того, что я слишком много, в общем, из-за того, что я много ездил на велосипеде по, там, по шесть часов в день, у меня начались проблемы со здоровьем, я уже про это рассказывал тоже в другом видео подробнее, и я понял, что... просто... просто... просто упал на землю, ну да, вообще... кусок, это, отсохшей ветки пальмы, просто, и можно же умереть, хотя, откуда он свалился, непонятно... прям, какой-то экшен начинается, когда я начинаю снимать видосы, в общем... человек такой в шоке немножко... в общем, да, сухие ветки пальмы действительно иногда отваливаются... и 30-го числа, в общем, когда я закончил... 30-го сентября, когда я закончил получение всех документов в Америке, ID, медицинской страховки, фудстэмпов, материальной помощи... что я еще получил... ну, в общем, я начал готовиться к экзамену, я зарегистрировался на одном портале, где можно... где были тесты, вот, и перед тем, как начать читать учебник, попробовал сдать тест и узнать вообще, какие у меня, в принципе, на входе... эти, как их зовут, данные на входе... и первый тест, который я сдал, у меня там было 30 правильных ответов из 40... сейчас я не помню точно, по-моему, то ли 31, то ли 32 вопроса нужно сдать для того, чтобы... ответить правильно для того, чтобы сдать экзамен, вот, а еще есть второй экзамен по... по дорожным знакам, вот, ну, он там вообще коротенький, и там, по-моему, на 12 вопросов нужно ответить, я не знаю, из скольки, и ты... ну, в общем... так вот, я первый раз ответил 30 вопросов правильно и подумал, что это достаточно неплохой результат для того, чтобы... ну, значит, у меня уже есть какое-то понимание движения, ну, плюс, когда ты едешь на велосипеде, ты все равно отслеживаешь так или иначе, да, как ты передвигаешься по улице, и тут, бац, понимаешь, что у тебя какие-никакие уже знания есть. В общем, я начал читать учебник. Честно скажу, у меня были такие прям наполеоновские амбиции за неделю подготовиться и сдать тест. Ну, вот, как все я здесь получал очень быстро, я надеялся, что и тест по вождению я сдам точно так же быстро. В итоге, вот, получается, я зарегистрировался на сайте 30-го числа, сегодня 26-го сентября. Ну, то есть, почти месяц без одной недели, я... ну, там, там, без пяти дней, я готовился сдавать этот тест. Ну, и... я, честно скажу, при подготовке к этому тесту, главным врагом для себя был я сам. Потому что я сам себя постоянно гнобил за то, что... А почему ты так медленно читаешь эту книжку? Почему ты отвлекаешься? Ну, то есть, в первых два месяца... Два с половиной месяца, наверное, когда я получал документы, у меня была... Я просто... меня практически не было дома, я все время ездил по городу. Ну, то вот в этот месяц, последний вот, который я нахожу здесь, я большую часть находился времени дома, мне давали много... Я рассказывал о том, что я работаю в доме, да, помогаю по хозяйству. Мне начали давать огромное количество работы, и... Я просто не успевал, вообще не успевал читать эти тесты, и я очень сильно себя гнобил, и, там, засиживался допоздна, и... Если мне что-то не получалось, если я что-то не понимал, я очень сильно себе мешал. И... Иногда бывали такие загруженные дни, когда... Просто даже вот, ну, там, в неделю у меня было только, там, один день почитать вообще все. Ну, то есть, прям с утра садишься и до вечера читаешь. Поэтому, наверное, если суммировать вот все... Все то время, которое я провел за подготовкой к тесту, то, наверное, получится около, ну, там, может быть, чуть больше недели. Это вот я полностью от корки до корки прочитал книжку, там, что-то повторял потом по этой книжке, сдавал вот эти тесты, вот, на сайте. Упробовал. Ну, и... В тот момент, короче говоря, когда я перестал себя гнобить за то, что у меня что-то не получается, и дал себе возможность, я, кстати, разговаривал со психотерапевтом, я говорю, ну, почему? У меня первые результаты у меня были такие быстрые, а сейчас у меня такое ощущение, что я ничего не делаю, что я ничего не успеваю, помоги мне, скажи мне, что мне делать. Он такой говорит, а ты вообще понимаешь, что там в России на вождение, например, готовят создавать, там, на уроке ходят, там, пять месяцев, а ты собираешься за неделю вот сам выучить, все тесты, все сдать, все в другой стране еще, вот, и никогда не находясь за рулем. И, в общем, честно говоря, после этого разговора я как-то немножко расслабился, дал себе возможность подышать, сделал себе даже, там, наверное, два дня выходных, вот, ну, там, у меня, конечно, выходные, это вообще отдельная тема, я здесь, в принципе, не отдыхаю, но если это вот что-то можно назвать плюс-минус днями, когда я просто вот не выживаю, это уже выходные, поэтому устроил себе таких два денечка, и как-то вот у меня наладилось, после этого я стал спокойно, не стал, не стал ставить себе дедлайны, потому что у меня первый дедлайн был, по-моему, две или даже три недели назад, вот, я очень сильно расстроился, когда я понял, что я не готов, и один раз я уже как рассказывал, даже съездил сдать этот тест, я уже просто устал, мне все время подкидывают работу, подкидывают ее, подкидывают, плюс у меня каждый день учеба по английскому языку, и я занимаюсь, делаю там домашнее задание, вот тоже все постоянно, постоянно учусь, 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 у меня нет возможности не продохнуть, не продохнуть, продохнуть, ничего, и надо ехать сдавать, вот, я понимал, что я не готов, но я хотел просто посмотреть, хотя бы вдруг попробовать, не знаю, может на шару какую-то попробовать, я бы, конечно, не гордился бы собой, если бы я сдал тест, ну вот, да, таким образом, потом бы дочитывал книжку, но, в общем, я поехал и узнал о том, что, во-первых, я думал, что здесь всего один, оказывается их три, да, и один, ну точнее, если подаешься на автомобиле, на мотоцикл сразу, то теста три, если только на автомобиль, или только на мотоцикл, теста будет два, да, один по вождению, один по дорожным знакам, вот, и я дружно завалил один экзамен, вот, открыл экзамен по вождению мотоцикла, увидел, что он на английском языке, вот, понял, что я не готов на английском языке сдавать тест точно, вот, тем более, что здесь нельзя пользоваться ни телефонами, ничем, понятное дело, да, экзамены сдаются на компьютере, вот, сначала необходимо получить талончик, подойти к окошку, чтобы у тебя взяли твои бумаги, сейчас где мои бумаги, а вот мои бумаги, все хорошо, вот, сейчас вам покажу свои бумаги, вот, такие вот красивые бумаги, тут есть где-то моя фоточка, даже удачная, я как выкладывал видео, как я делал эту фоточку, вот, вот, такие вот дела, в общем, выгляжу уставшим, знаю, но для этого были причины, вот, так что, сейчас я соберу обратно бумажки, продолжу, так вот, и я понял, что учебников по вождению мотоцикла, по правилам дорожного движения мотоцикла в интернете не нашел, в ДНВ мне их тоже не дали, ну, я понял, что сдавать я сейчас мотоцикл не буду, я хотел попробовать сдать это и то и другое, но я пока не готов к сдаче экзаменов на английском языке, может быть, попозже, попозже, вот. Ну, на самокате, если что, или на Мата, как его зовут? На чем-то можно ездить с любым видом транспорта, так что, такие дела. В общем, и сегодня у меня все выходные я проходил, во-первых, читал книжку, во-вторых, все тесты решал просто подряд, и сегодня тоже с самого утра я начал решать тесты, и из тестов 16, которых я сегодня прошел, я завалил только один, и вот тот уже, который я когда стоял уже в этой же самой очереди здесь, вот так вот стоял здесь и решал эти тесты, и, в общем, прямо здесь вот перед самым сдачей завалил последний электронный тест пробный, думаю, да, они очень хорошие, конечно, у меня сейчас напутствие к сдаче оригинального теста, но ничего страшного, до этого же 14 или сколько тестов я сдал, и все было хорошо. Вот, ну все, все сдал, тест с дорожными знаками вообще очень простой, а вопросы по вождению, они иногда бывают очень спорно переведены, вот. Например, у меня сегодня попался вопрос такой, с которым я сто процентов не согласен. Звучит он так, можно ли оставлять ребенка младше 6 или 8 лет в автомобиле в жаркую погоду? И ответ такой, типа, условно, да, можно, например, можно только при наличии взрослых, и никогда нельзя, а это было ребенка и животных. Так вот, в книжке написано, что ребенка ты можешь оставлять в присутствии взрослых в автомобиле, если взрослому старше 12 лет, вот. Там 12 лет не было указано, но ответ почему-то посчитали, что... Ну, то есть я должен был ответить, никогда нельзя оставлять ребенка, то есть даже в присутствии взрослых никогда нельзя оставлять машину, но это неправда. Там очень, ну, странная формулировка, и меня этот вопрос очень сильно испугал, когда я сегодня на него отвечал. Все остальное... У меня было 6 ошибок, 6 ошибок, ну, переволновался, по знакам сдал вообще без одной ошибки. Тест заканчивается ровно в тот момент, когда ты отвечаешь на все 31 или на 32 вопроса. Вот. Если ты там не сделал ни одной ошибки, то он заканчивается раньше времени. Вот. Я уже обрадовался, пришел со своими бумажками и говорю, все, я не хочу, спасибо, я сдал два теста, давайте мне мою бумажку. А мне сказали, что вот теперь становись в новую очередь, потому что тебе нужно, если ты не хочешь сдавать экзамен по мотоциклу, тебе нужно, чтобы его из профайла удалили. То есть давай становись в новую очередь. И вот я вот эту километровую очередь встал снова. Тем более, что сейчас 4 часа дня, вот, а закрывается это все дело в 5. Есть все, прям, все опасения, что это может все закончиться завтра. То есть, что я не сегодня это все получу. Но главное, что я сегодня все это сдал. Надеюсь, вам было интересно это увидеть. В конце ролика будет, сейчас я сделаю паузу, когда мне дадут бумажки, я вам еще их подсниму, покажу, как они выглядят. Мне их все сегодня дадут, я не переживаю. И досмотрите это видео до конца. В конце видео я вам пошарю халяву, как вы сможете сдавать тесты бесплатно. А пока поставьте лайк этому видео, подпишите на канал. Обещаю, обещаю вам много еще классных ништиков. Если вы еще не подписаны на мой канал, очень много чего у меня классного есть. Подписывайтесь. Ну все. В общем все, получил я эти бумажечки. Все достаточно просто и легко. Вот такую вот вешают бумажечку. Сиденькую. Вот там еще такая вот другая, еще одна бумажечка вешается. В общем, next level теперь... Thank you. Там девушка, которая здесь встречает людей на входе, мне показала лайк. Следующий этап это найти учителя, преподавателя по вождению. Потому что я теперь могу находиться за рулем только в присутствии человека, у которого есть права. Вот. И... Или школу. Будем смотреть. Я смотрел, что школа стоит, по-моему, 460 долларов, или 450, потому что 59-99, как обычно, за пять уроков. Вот. Буду смотреть, что делать с этим делом. Хватит ли мне пять уроков вообще, чтобы сдать этот экзамен. Вот. Ну и плюс сюда надо будет приехать на машине. В DMV тоже это отдельная тема. Ну и что? Как и обещал, обещанные ништяки. Я дарю вам свой. У меня оплачена подписка на одном из сайтов. Они будут давать ему рекламу. Вот. На одном из сайтов у меня оплачена подписка на два месяца на прохождение этих тестов. Подписка недорогая, 12 долларов, в общем-то там, или 12 с половиной, точно не помню. Но суть в том, что... У меня остался еще месяц, как вы понимаете, на использование этими тестами, и я хочу подарить вам доступ к своему аккаунту. До конца этого месяца у вас есть возможность готовиться бесплатно к тестам. Бесплатно готовиться к тестам. Ссылочку на налогин и пароль к этому сайту я оставлю в своем телеграм-канале в комментах под этим же самым видео. Так что переходите, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео. Короче, подписывайтесь на меня в соцсетях. Почему я это делаю? Здесь вот такая традиция. Это такая Лос-Анджелеская традиция. Все же, что говорящие люди, у которых есть доступ к бесплатным тестам, делятся ими после того, как сдают. Ну, это такая, типа как студенческая традиция, да, здесь такая вот традиция своя. Мне тоже подарили доступ к другому профайлу, но я не успел по нему подготовиться. Там оставалось буквально два дня, то есть я буквально прошел один тест бесплатно, и доступ к профайлу закрылся. Поэтому у вас есть еще целый месяц на то, чтобы сдать этот тест. Итак, в начале видео я сказал, сегодня 26 сентября, сейчас уже 4.40 по калифорнийскому времени. Это была вселенная Сергея Ульянова. Встретимся с вами скоро в новых историях. Пока-пока.